Добрый день! Вы на канале Eton TV, программа «Разбор полётов». В студии я, Давид Шехтер, и со мной Лев Павинаис, комментатор и журналист. И сегодня я хочу поговорить на довольно интересную тему, такую контроверсальную. О, слово какое! Я деготовился к передаче, я словаря рылся. Когда мы наводим про это газик каждый раз, то некоторые наши политики говорят, ну плевать нам на всех, плевать нам на Америку, давайте мы их будем мочить в сортирах, как завещал нам великий северный сосед, и всё. А с другой стороны, наши те же политики, они постоянно говорят о том, что вот посмотрите, какую мы сейчас ведём пропаганду, как мы сейчас перед СНН и Би-Би-Си. То есть, с одной стороны, вроде давайте плевать, а с другой стороны, вроде бы и плевать нельзя. И вот что ты думаешь по этому поводу? Можно ли в нынешней глобальной деревне, когда то, что происходит в любой точке мира, через пять минут становится известным всему миру, можно ли плевать на всех? Ну смотри, во-первых, я не считаю, как правило, о том, что надо плевать на всех, так сказать, это... Скажем так, можно ли ввести себя в соответствии с тем, что говорил Бен-Гурион, неважно, что думают, говорят, что делают, скажем, более обтекаемо. Да, будем обтекаемо. Но это то, что сказал Бен-Гурион, он сказал в определённых условиях, в определённых это, и это больше, так сказать, фигура речи, чем реальная, мало ли кто что говорит. Это просто красивый лозунг, он сам тоже, я думаю, в своей политике оглядывался на окружающий мир безусловно. Он же провозгласил создание в Израиле после операции в Суэции, а потом через две недели был вынужден под влиянием Америки уйти, вывести войска. Правильно. Так что, и поэтому в основном говорят об этом не политики. Политики прекрасно понимают, достаточно у нас, кроме, ну не знаю, людей таких, кроме, может быть, самая крайняя правая толка, типа, там, Михаэль Бонарий, но это, так сказать, маргинальные, можно говорить, политики. Все, так сказать, политики правого и левого центра, более широкого, прекрасно понимают, что, так сказать, они просто об этом не говорят, даже не говорят об этом. Это говорят на скамеечках в парках алимовских, это говорят в токбеках в этих интернете, что, вот, девушка, давайте закатаем в асфальт, разбомбим, уничтожить, плевать нам на всех. Есть старая китайская пословица, если ты плюнешь на весь мир, будешь плевать на мир, то мир плюнет на тебя, то ты потонешь, если мир плюнет на тебя. Поэтому плевать на это нельзя, но и нельзя, то есть, и поэтому, и с другой, поэтому мы, конечно, зависим от мира и пытаемся в нем хорошо выглядеть. Получается, не получается, другое дело, потому что действительно известно всем, что мир смотрит на картинку. И сколько бы мы ни говорили, что мы делаем точечные удары, что мы делаем там, стараемся избежать жертвы мира населения, все равно, когда выходит папа с ребенком, там, двухлетним, на этом, все равно... Я с тобой не согласен, но... Миру показывают картинку определенного рода. Вот сейчас я вот буквально сегодня, я почитал где-то в интернете, что российское телевидение, кто-то сказал об этом даже чуть ли не официальное лицо у нас в Израиле, а, сельский, сельский телевидение, он сказал, что российское телевидение занимает про-хамарскую позицию и подает все, что происходит на Ближнем Востоке, совершенно одиозно. То есть те корреспонденты, которые здесь находятся, и с которыми он общается, они пытаются быть объективными и задают правильные вопросы, но они передают все это в редакции. А в редакциях все это таким образом показывают, что картинки-то палестинского отца с ребенком показывают, но никто не говорит о том, что этому отцу предшествовало 10 лет обстрелов с Дорота и там последние 3 недели бесконечных обстрелов и дюка. Об этом не говорят. Поэтому мир верит в то, что ему показывают. А показывают зачастую, к сожалению, не объективно. Да, все, ты совершенно прав. И я сегодня читал как раз блог или там публикацию, статью, это как ее, Марьяна, по-моему, Симоньян, Маргарита Симоньян, это Russia Today, главный редактор, это просто катастрофа, когда она рассказывала про то, что попали там в корпункт Russia Today в Газе, и как это вообще ужасно, и как это Израиль, и все. Я хочу сказать другое. Но, Лёй, буквально одно слово. Я просто знаю этот дом, где там был свой дом. Да и ты с мной помнишь, мы ездили в 90-м году? В 2000-м году. Это очень высокое здание, 12 этажей, в котором находится в основном иностранная пресса, размещенная в Газе. Но на втором этаже этого здания террористы устроили то, что называется оперативный штаб. И вот его-то точечно и уничтожили. Да никто, конечно, никто не уничтожил Russia Today, но это естественно. Конечно, Russia Today была романом, но не Russia Today уничтожили, а террористов. И очень точно. Совершенно ясно. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что нельзя принижать и ту роль, которую проделывает МИД. И в этот раз действительно, вот если мы возьмем реакцию, так сказать, я знаю, сообщают, я сегодня читал Бендрор и Эмини в Мориве. Все еще существующим. Все еще, слава богу, существующим, поскольку я его подписчик. Так вот, я его читал, его колонку, и он пишет, что говорит, что МИД буквально с ног сбивается. Не спят ночами, круглыми сутками работают. Моя дочка работает в МИДе, она мне рассказывает, она там мобилизованная и призванная. Да, так вот, и Либерман, как к нему не относись, говорили, что он там, дескать, его игнорирует. Там Саркази о нем что-то сказал плохое, там Хиллари с ним не хочет говорить. И Хиллари с ним сейчас чуть ли не каждый день говорит. И французский министр иностранных дел сюда приезжает. И он переговорил за эти дни со всеми министрами европейских. И все европейские страны, обычно те, которые нас осуждают, в основном случае на сегодняшний день, пока поддерживают. Ну это не за Либермана, это из нашей позиции, но... Нет, ну как, ну и за заслуга министра... Ну смотри, нельзя игнорировать министра иностранных дел. Никто не умаляет его заслуга, конечно. Так что пропагандистское это то, что народ, там, скажем, есть, допустим, значительная часть интеллигенции, много лет, которые промывали мозги, и ориентированно антиизраильское. Но это всегда объяснение действительно было правильное. Я читал объяснение. Действительно, когда дерутся там сильные Давидов с Голиафом, так всегда психологически всегда... Прессе всегда интересен андердог. Да, слабые, слабые, как их большой обижает, слабенького. Это чисто психологически, и это действует на психологию. Понимаешь, когда ты смотришь, допустим, там тоже самое, армию Асада, танки и эти, которые против него воюют, твои симпатии на стороне этих, хотя эти больше, может быть, мерзавцев, чем Асада. Намного больше. Но они, как бы, так сказать, их мочат, их уничтожают, их бомбят самолеты, а они там вооружены ружьями автоматиками. Именно поэтому симпатия психологически не хочет показывать жакетные обстрелы Израиля, поскольку в тот момент, когда показывают эти обстрелы, это тоже не может не вызвать симпатии. И в этом смысле действительно сейчас у нас, я хочу отметить не только Либерман, но в этот раз у нас Министерство пропаганды с Бандельштейном тоже очень хорошо работает. Я полагаю, что да. Каждый день он берет кучу журналистов, их везет лично с ними туда, на юг, показывает им все это действие совершенно... Смотрите, я, во-первых, я считаю, что пока, слава богу, я боюсь глазить, но пока эта операция и с точки зрения военной, и с точки зрения оборонной, и с точки зрения пропагандистской, я критически отношусь к правительству нашему достаточно, так сказать, но на мой взгляд, пока вот именно эта операция проводится достаточно чисто, и я подозреваю, что после этой операции комиссии Гольфстона не будет. Если, конечно, она не получит более такого развернутого, но я надеюсь, что все-таки все кончится перемирие. Судя по тому, как велись и до сих пор Биби с Бараком, это была очень взвешенная, очень мудрая политика. Да, да, то есть научились на прошлом, научились... На чужом опыте. На чужом опыте, да. И научились на том, что мы тогда наплевали, вот я лично считаю, что мы совершенно зря наплевали на комиссию Гольфстона, и если бы мы с ней сотрудничали тогда, то, может быть, мы бы не получили там абсолютно позиции. Тут опять же все тоже подходит, нам не важно, что другое, да, пускай, 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 это самое... Нехай кловещут. Нехай кловещут, да, вот как в этом анекдоте. Нехай кловещут. А потом, когда стали клеветать... Спохватились. Спохватились, что, дескать, это тяжелый удар для нас. Вот если бы работали с ними тогда, получили бы мы какую-то критику, какой-то негатив получили бы, но несравнимы с тем, что мы получили в тот раз. И я думаю, что на этот раз мы действительно извлекли ошибки и из военных, так сказать, и стали точнее. И, слава богу, оборонны. Потому что страшно подумать, если бы у нас не было бы железного купола сейчас. И 200 ракет, как это было для моральной состояния народа, для материального, и вообще для всего, так сказать, Израиля, когда если бы на Тель-Авив упали такие снаряды, большие здания там... И ты учишь, что фарадж-5, это не косам, косам, это просто баллонг, а фарадж-90 килограмм взрывчатки. Так вот я говорю, что если учесть, что это самое, что, так сказать, я считаю, что на этот раз, не знаю, везение это или не везение, или действительно хорошая покатулка, но мне кажется, что на этот раз пока, я всегда боюсь сглазить, пока все наши службы работают... Все службы работают нормально, и я очень надеюсь, что завершение операции Это близко, во-первых, близко, да. Нормально, потому что тут, на самом деле, если мы выйдем плохо, то мы как бы ничего и не... И ничего и не выиграли. Поэтому очень важно, как, на каких условиях мы закончим этот виток, поскольку будет следующий, это совершенно понятно, как мы его закончим, пока мы этого не знаем, но просто на основании того, как себя приставило до этого, мы можем сделать экстраполяцию, я еще одно слово, что они так же себя будут вести... А я кроме слова «блин» ничего не знаю. На этой ноте я хочу с вами запрещаться, оставайтесь с нами на Итон ТВ, всего самого наилучшего. Наилучшего.